Одно спортивное сообщение. Галина, мы вас ждем. У нас еще одна была площадка в прошлом году. Наш постоянный партнер и предполагалось в этом. Это Батутный парк Небу. Делать очень интересный программу для детей с аутизм. И Галина сейчас расскажет о деятельности Школы Героев. Это адаптивное направление, которое существует в Батутном парке Неба, которое занимается именно непосредственно нашими ребятами. Галина. Да, всем здравствуйте. Очень рада участвовать снова в вашем фестивале. Единственное, Евгения, я не могу включить презентацию почему-то. Очень рада вас видеть, очень рада видеть всех. И я сегодня вам расскажу, я знаю, что уже очень много рассказывали про адаптивный спорт и про занятия различные. Это очень интересное занятие по направлению йоги, адаптивной. Очень интересно, познавательно. И я думаю, что каждому из нас очень важно знать, как расслаблять свое тело, особенно детям с аутизмом. Я еще раз представлюсь. Меня зовут Галина Мазур. Я руководитель адаптивного направления некоммерческой организации Школы Героев и руководитель адаптивного спорта из сети Батутных центров Неба. Многие нас уже знают, и мы достаточно давно работаем в направлении адаптивного спорта. И наша история началась в 2016 году, достаточно давно, когда нам привели ребенка с расстройством аутизмического спектра и сказали, пожалуйста, занимайтесь нашим ребенком, потому что мы знаем, что физкультура полезна, а ребенок любит прыгать, и мы думаем, что вы справитесь. И после этих слов начался наш большой путь в сравнении как специалистов именно направления адаптивной физической культуры. На протяжении всего этого времени мы достаточно много обучались, обучались у специалистов, проводили консультации, консультировались у лучших специалистов в КРЦ, также нам помогала РУКонтакт. И на протяжении всего этого времени мы собирали информацию и занимались тем, что все-таки адаптировали направление спорта именно для деток с аутизмом, с аутизмом и с ментальными нарушениями. А сейчас, по сечению четырех лет нашей работы, мы с гордостью можем сказать, что у нас есть три программы по адаптивной физической культуре, две из которых с использованием батута, вторая — это с использованием скалодрома, и третью мы проводим обязательно развивающую гимнастику, менять по гимнастике в обычном спортивном зале. Это то, что, в принципе, может применять каждый родитель дома, используя вот эти упражнения. Мы сегодня с вами поговорим не только про то, как мы развивались, дополнительно еще скажу, что помимо занятий, проведения групповых занятий регулярных, мы также проводим соревнования. Да, я слышала, что Виктория говорила, что у них занятия проходят, они не проводят соревновательную деятельность. Мы все-таки проводим, и проводим это в качестве праздника, в качестве показательных выступлений, потому что это все-таки социализация, общение детей с друг с другом, и все самое интересное всегда проходит на соревнованиях, потому что это праздник. Ребенок, ну, он не борется друг с другом, он все-таки постигает себя, новые движения и новую сферу вокруг себя новых людей. Помимо того, что мы проводим соревнования, мы еще и проводим обучающий семинар, потому что мы считаем, что нужно делиться, и как можно больше людей должны уметь работать с детьми, не только специалисты физической культуры, но и родители. И для родителей мы обязательно проводим отдельные занятия, отдельные встречи, где также с родителями занимаемся физкультурой, спортом, битнесом, обучая их правильности выполнения упражнений. В дальнейшем, чтобы родители дома могли с детьми выполнять эти упражнения и выступать как примером для продолжения наших детей. Ну и сейчас, естественно, я хотела бы поговорить о том, что мы остались без привычной нам активной деятельности. Я думаю, со мной согласятся многие люди, которые были очень активны. Постоянное общение с другими людьми, перемещение по городу, встречи, даже просто встать и пойти в кабинет к своему коллеге — это тоже все-таки выполнение физического действия. И достаточно много энергии на это затрачивается. Для нас это, наверное, привычно и неощутимо в обычной жизни. Но так как сейчас при вынужденных обстоятельствах мы остались в доме, у нас ограниченное двигательное движение, к которому мы привыкли это делать, нам приходится как-то выживать. Мы как взрослые люди, даже здоровые дети могут как-то организовать себя. Но если мы говорим про детей с нарушением, с любым нарушением, это достаточно сложно, потому что в течение всей жизни ребенок с расстройствами, утистического спектра, и вообще с любыми особенностями, особенностями, скажем так, и обычных лимонов, постоянно перемещаются. Мы утром встаем, идем в школу, едем на машине в школу, после школы у нас постоянно какие-то занятия, кружки, дополнительные занятия. Дополнительные занятия. И вот это то, что мы, в принципе, не замечаем, но детям это важно, и это очень много энергии занимает у нас, у детей. А представьте, дети еще в школе, в детском саду бегают, играют, у них академические знания, они учатся. И это, ну, во-первых, энергозатратно, как умственно, так и физически, потому что все равно это движение, перемещение, оно важно для нас. Мы вообще люди, вообще существа, которые двигаются, очень много двигаются. И в этих условиях все специалисты фитнес-центров, таких адаптивных центров, спортивных, рекомендуют продолжать движение, не останавливаться, делать утренние зарядки, гимнастику. В интернете сейчас очень много различных комплексов упражнений. Мы сами выкладываем упражнения, упражнения наши тренеры снимают, чтобы вы могли попробовать их также сделать дома, вместе с своим ребенком, позаниматься, как-то все-таки увеличить свою двигательную активность, не оставаться только дома, получая только академические знания, потому что все равно через движение мы познаем мир, в каком бы возрасте и с какими бы диагнозами не сталкивала нас жизнь. Движение, не зря говорят, что движение нашей жизни, мы продолжаем двигаться, продолжаем развиваться. И сейчас для наших детей, которые у нас занимались, мы подготовили программу занятий дистанционных. Так же, как и все специалисты в области спорта, мы делали для родителей видеоформат, чтобы родить... Видеоформат, вы видите, видеоформаты письменные, прописывали упражнения, которые они могли просто выполнять с родителями, с детьми дома. То есть утром сделать два упражнения, например, или вечером какие-то физические упражнения, чтобы ребенок не забывал, чтобы он продолжал двигаться, как-то разнообразить его, ну, вашу двигательную деятельность. И мы начали получать от родителей такой ответ, что мы не можем. Стала проблема в том, что ребенок и родители не могут выполнять упражнения вместе. родители нам начали говорить о том, что вот с вами ребенок занимается, с тренером занимается. Вот мы его приводим, это другое помещение, специально оборудованное. И ребенок занимается только... вот только с вами, потому что это совсем другое. А дома он привык играть, он привык смотреть телевизор, кушать, рисовать. Никакие упражнения мы сделать не можем, тем более так, как вы рекомендуете. И мы попробовали с родителями проводить занятия дистанционно, то есть так же, как и я сейчас с вами. Единственное разнообразие, ну, различие в том, что я вижу при проведении занятия со своим воспитанником, со своим спортсменом, я вижу этого ребенка, я вижу, как он выполняет упражнения. и подстраиваясь под его элит. Здесь на фото мы вам... я показываю... мы показываем вам упражнения, которые... как проходит самоупражнение. Тренин, ребенок занимается. Уже вторую неделю мы находимся, скажем, в самоизоляции, дома, и мы для себя выработали достаточно большой перечень того, что необходимо сделать перед началом занятия, как необходимо настроить ребенка и самого себя к занятию, чтобы в дальнейшем ваше занятие было эффективным и продуктивным. К сожалению, у меня сейчас нет слайда, который должен был быть. Я вам расскажу так. Я думаю, что каждый из вас поймет и, может быть, законсультирует, либо я дополнительно скину информацию Евгении и ее выложу на сайт, что необходимо делать перед началом занятия. Любого занятия, вне зависимости от того, снимаетесь вы со мной, как с тренером, либо вы занимаетесь самостоятельно дома. И одно из основных правил, которое мы для себя на дистанционном занятии определили, это понятие того, что занятие физической культуры всегда является занятием. Даже то, что оно двигательное, даже то, что мы делаем это движение, мы не сидим за партой, это все равно занятие. И здесь есть определенные правила выполнения. и это нужно транслировать как родителям, так и ребенку. То есть я как тренер могу сказать, что мы проводим занятия, занятия, мы обучаемся, мы обучаемся движениям, мы тренируем навык. Все знают, что любой навык, любое движение, любой навык нужно тренировать регулярно. Поэтому мы этим занимаемся. Второе правило, основное, которое также нужно понять, принять и делать, это адаптация ребенка к домашним тренировкам. Все замечательно, дом есть дом. И вы сами знаете, как достаточно тяжело бывает себя организовать в домашних условиях, даже если вы работаете в дом. Мы здесь привыкли кушать, спать, как я уже говорила, играть, смотреть мультики. И каждый ребенок не понимает, почему он должен заниматься. Он же здесь играет, он никогда не занимался. А еще лучше, еще больше у ребенка вызывают непонимание, когда ему нужно выполнять упражнение с родителем, с которым никогда этого не делалось. То есть, такое двоякое ощущение. И поэтому к занятию нужно адаптаться. Такая же адаптация, как к любому другому спортивному центру. То есть, вы пришли в новый спортивный центр, и ребенок у вас адаптирует. то постепенно увеличиваете на проценте. Здесь так. И еще одно правило, которое мы для себя также учли, и рекомендуем делать и за всем родителям, всем, кто хочет заниматься, я думаю, что те, как это. Это все-таки проводить занятие в одно и то же время. Если вы составите расписание, где ребенок будет понимать, что в это время он занимается у него проходит занятие, такое же занятие, как занятие математикой, а такое же занятие физкультуры у него также будет проходить. Это вот три основных пункта, которые нужно принять и выполнять. И если вы вот эти три пункта вы примете, то у вас отпадет десять десятки почему ребенок должен это делать. Далее после того, как вы это приняли и принимаете решение, что ты готовы заниматься. Заниматься вы будете самостоятельно, либо вы будете заниматься с помощью видеоносителей, видеоуроков, либо это дистанционные занятия, такие как проходят у нас. Вам нужно подготовить место для него. Это важно, потому что спорт, занятия, двигательная деятельность, это достаточно большое пространство. Мы не можем сидеть за столом и выполнять какие-то движения, обучаться новым движениям или тренировать уже изученные люди. Поэтому нужно пространство. Это может быть комната, конечно, лучше, чтобы это было большое пространство, комната, без острых, колющих, бьющихся предметов. для этого это можно выполнять как ритуал. То есть вы говорите, что у нас сегодня сейчас будет занятие, и мы готовим помещение, мы готовим комнату. Раздвигаете диван, убираете все в разные стороны, чтобы было комфортно заниматься и удобно. Обязательно готовите оборудование перед самим занятием. не так, чтобы вы не отвлекались на поисках меча, скакалки и всего остального. То есть заранее готовый план и готовое оборудование. То, что вы должны делать. Дальше. Когда вы определились с местом, определились с оборудованием, обязательно переодевайтесь. Приводите себя, так сказать, в спортивную форму. Одевайтесь сами и одевайте спортивную форму и одевайте ребенка. Желательно в ту спортивную форму, в которой он уже занимался, в которой посещал занятия, когда ходил в школу или в спортивную секцию. Это обязательно, потому что мы так настраиваемся. Вы, во-первых, настраивайтесь сами, во-вторых, настраивайте так сегодня. И после этого у вас уже готовый план занятий, в котором вы рассказываете, что делать. Преимущество именно дистанционных занятий это в том, что все-таки тренер здесь продумывает план занятий и проговаривает, что вам нужно делать во время занятий, какое оборудование вам нужно, чем вы будете заниматься во время занятий. И это значительно облегчает работу родителя, особенно тот, который те родители, которые не близко к спорту, самостоятельно дополнительно они занимаются. Я надеюсь, что среди нас таких минимумов, все-таки я думаю, что это также полезно будет навык обучения самого родителя выполнять те или иные упражнения. еще одна очень важная вещь, мы выполняем упражнения в предыдущей лекции говорила о том, что мы не делаем насильство. Я согласна с ней, что мы не должны заставлять ребенка делать что-то, потому что ребенок, он чувствует свое тело, чувствует себя в какой-то степени, но помогать ему мы должны. Если ребенок делает упражнение на правую ногу самостоятельно, а на левую ногу отказывает это делать, то в этом случае стоит помочь ребенку и добиться того, чтобы упражнение было выполнено. Я сейчас вам покажу такую свою беседу и покажу вам короткое видео, где у нас проходила онлайн тренировка, вы заодно увидите, как это проходит. И где папа мальчика Максима помогал ему выполнять упражнения, сразу расскажу эту историю, потому что Максим просто неустойчиво стоит на левой ноге и ему сложно поднимать левую ногу. Он отказывается это делать, он начинает баловаться, капризничать и просто отказывает выполнять это упражнение. Так, надеюсь, правую, две правой ноги. Молодец! Четыре! Еще раз! Пять! Шесть! Это еще как-то... Семь! Восемь! Вот здесь в этом видео было видно, что папа помогает выполнять. Я не показала эту историю, потому что моя основная задача была показать вам, что папа также помогает выполнять упражнения. Но Максим сначала выполнял упражнения на правую ногу, то есть на левую ногу. Он поднимал левую ногу и на правую стоял устойчиво. И когда мы попросили сделать, тренер попросил его сделать упражнение, то же самое упражнение, но на другую ногу, Максим стал отказываться, капризничать, и подключился папа, соответственно, и помог своими руками, помог ребенку сделать это упражнение. Да, возможно, он его заставил это делать изначально, но мы все равно так тренируем ребенка и его навык, умение делать. Я думаю, что в последующем Максим все-таки сможет выполнять упражнения и самостоятельно и на правую, и на левую ногу. Соответственно, вы уже заметили, дистанционное упражнение, занятие проходит у нас в онлайн режиме, где тренер Юля, она видит ребенка, она подстраивается под его ритм, фиксирует все, что он делает и как-то выделяет его. В данном случае у нас был код, большой код, в котором ребенок был заинтересован, ему он очень нравился. Что касается занятий, преимущества занятий дистанционно, онлайн занятий, то прежде всего это удобно, вам не нужно никуда уходить, никуда уезжайте, вы находитесь дома, вы становитесь полем, вам просто удобно находиться дома и заниматься. Единственное, что очень сложно дается всегда, это занятия, включать занятия родителей, и если я слушаю много родителей, то очень бы хотелось, чтобы вы также включались, вместе с детьми выполняли упражнения, даже если ребенок выполняет сам упражнение, если он делает это самостоятельно, делайте это вместе с ним. Еще несколько правил о том, как все-таки выполнять упражнения вместе с ребенком. Как я уже сказала, занятия, которые проводятся онлайн, онлайн или дистанционно, важный по видео. Основная задача это контроль за выполнением упражнений. Контроль мы осуществляем по-разному. В первую очередь это счет. Каждое упражнение должно быть выполнено подсчет, каждое движение. Так как мы не просто тренируем, так как мы не просто тренируем само двигательное действие, но мы еще дополнительно включаем контроль движения, осознание своих действий. Поэтому каждое упражнение должно делаться под счет. Ребенок точно должен понимать, сколько раз он сделал. И каждый раз делать упражнение в счет. То есть раз или два встали. родители это должны контролировать. Количество упражнений, качество их выполнения. То есть если ребенок не выполняет упражнение какое-то, отказывает, вы должны ждать. Пусть по плану вы выполните не пять упражнений, а три или два, но каждое упражнение будет выполнено и доведено до конечного результата. То есть если вы хотите выполнить восемь раз упражнение приседания, вы так и выполняете восемь раз. И даже если ребенок отказывается выполнять упражнение на четвертый раз, собственно, он уже неинтересно, слушанно, приседания. То вы ждете и также продолжаете выполнять упражнения до восемь. в своих занятиях онлайн мы принимаем такое хищрение, так как мы не можем поиграть вместе с ребенком, мы включаем родителей об игру обязательно. И желательно, чтобы это были какие-то веселые игры. Дети очень любят лайк. Вы все, наверное, знаете, что любой ребенок очень любит свою маму и папу и очень любит по нему лазить, подлазить. Это замечательное свойство ребенка, которое вы можете подключить для обучения как раз-таки этому навыку. Лазом не перелазим. Вы можете играть вместе с ним и просить его перелезть, залезть, подлезть под вас, если восстановиться в упор на колене. Эти упражнения помогают ребенку наложить во-первых, сами контакт, во-вторых, они разгружают вас, потому что здесь нет определенного счета, здесь просто на ползом. И вы ребенка можете стартовать. Как делать? Я поняла, что давайте вам еще одно видео покажу именно подсчет про то, что я говорила, как ребенок проводит, как мы проводим упражнение подсчет и как это нужно делать родителям в ваших занятиях. Берем игрушку в одну ручку и за спинкой передаем другую, за спинкой. За спиной. Спрятали. И обратно взяли. Вот, молодец. Давай, еще семь раз так. Два и вперед. Молодец. Три. Какой ты быстрый, не теряй. Торопись. Давай, давай. Четыре. Делай. Хорошо. Пять. Умничка. Шесть. Семь. Куда? Бери скорее восемь. А теперь в другую сторону. В другую. Я думаю, этого видео достаточно. Всем понятно, как это проводится. И я надеюсь, что наши рекомендации по занятиям онлайн, дистанционно или в видео формате будут вам полезны. И вы в первую очередь прислушаетесь к нам и начнете заниматься спортом. У вас будет больше движений. И как только закончится наша временная самоизоляция, мы все-таки останемся такими же подвижными, активными и возобновим наши офлайн тренировки. Если есть у кого-то вопросы, я готова на них ответить. Я так понимаю, что все меня осталось, даже Евгения. Галь, вы можете отвечать, там есть вопросы, ссылка на ваши ресурсы, обязательно дайте в комментариях, чтобы люди знали, куда обращаться, за тренировками. Я думаю, что обязательно надо дать ссылку на батутный парк, куда люди смогут прийти уже после окончания карантина. И мы надеемся, что наш спортивный праздник, который у нас был запланирован на 3 апреля, как раз он должен был быть сегодня в батутном парке неба. Замечательные праздники для детей с аутизмом проводят батутный парк. Мы неоднократно бывали с детьми из нашей школы. У вас он состоится в отложенное время. Мы надеемся, что это будет в июне и мы сможем встретиться уже лично. А пока что будем пользоваться вашими советами по дистанционным тренировкам. Очень рада. Будем вас ждать. Соответственно, очень надеемся, чтобы это все быстрее закончилось и мы начали опять заниматься вместе. Спасибо большое всем за внимание. Большое спасибо, Галь. В чате, если у кого-то есть еще вопросы, обязательно задавайте. Галя будет еще с нами на связи и сможет ответить и дать все ссылки. Спасибо большое. А сейчас до свидания. Спасибо большое, Галь. Сейчас мы переходим к блоку связанной с творческой реабилитации. Первым нашим спикером уго-го-го-го. Существо .